Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 19. Послание к кремлинам, 4 глава, 18 стих. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя Твое. Толкование блаженного Феофилакта. Не подумай, говори, что Аврааму достоин почести не по заслугам. Ибо возможно ли это, когда он сверх надежды человеческой поверил с надеждой Божией, что сделается отцом многих народов, не тех, которые произошли от Измаила, ибо они произошли от Авраама не по вере, но по естеству, но тех, которые подобны ему по вере. В Римлянам, 4 глава, 19, 21 стихи. И не изнемогший в вере он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба саррена в омертвении. Не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Толкование. Сказав, что Авраам сверх надежды человеческой поверил с надеждой Божией, теперь доказывает это, говоря, что Аврааму было сказано, «Умножу семя твое, как звезды небесные и как песок». Бытие, 15 глава, 5 стих. Он же не ослабел в вере, но, пребывая в ней твердым, не обратил внимания ни на собственное тело, уже омертвевшее от времени, ни на сугубое мертвение утробы сарреной, ибо утроба ее мертвела от старости и от бесплодия. И не стал недоумевать, то есть немало не усомнился, не поколебался мыслью, но пребыл тверд в вере. Заметь, как доказывают, что верующие имеют нужду в большей силе. Многие умнижали веру как дело, не требующее труда, а дела возвышали, как требующие пота и силы. Но апостол говорит, что верующие имеют нужду в великой и мощной душе, дабы отражать внушение неверия, как и Авраам возмог верою. И как возмог Авраам верою? Воздав славу Богу, то есть непосредством человеческих умозаключений уверовав. Но, помышляя в себе достойное славы Божией, и был уверен, что Бог может сделать невозможное, ибо в этом состоит слава Божия, почти столетнего сказал приблизительно, потому что в то время Аврааму не было еще ста полных лет. В Римлянам 4, глава 22, 25 стихи. «Потому и вменилась Ему в праведность, а, впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что «вменилась Ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего». Толкование. Апостол многое сказал по хвалу Аврааму, а кто-нибудь мог возразить, что нам из этого? Поэтому и высказывает, что «о том написано и для нас, что и нам вменится вера в правду, только бы мы имели ее, веруя в Того, Кто воскресил Иисуса». Если сомневаешься, как можешь оправдаться, то представь в душе Своей Иисуса, Который изгладил все грехи Твои, Который умер не за свой грех, но за грех мира, поскольку же Он умер, не имея греха, то справедливо воскрес. Ибо как мог быть удержан в Аде тот, кто не имел греха? Итак, Он для того и умер, и воскрес, чтобы и от грехов освободить, и соделать праведными. Посему как Авраам поверил, что Его омертвевшее уже тело сделается плодовитым, так и ты веруй, что Иисус умер и воскрес, и тебе вменится в правду, как и про отцу твоему Аврааму. Послание к римлянам, 5 глава, 1-2 стихи. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Толкование. Здесь рассуждает апостол о жизни по вере, дабы мы после того, как он столь много сказал по хвалу веры и унизил дела, не сделались нерадивыми. Так как вера оправдала нас, то не будем уже грешить, но имеем мир с Богом, посредством угодной Ему жизни. Как же это будет? Через Господа нашего Иисуса Христа. Он, оправдавший нас, когда мы были грешниками, поможет нам и сохраниться в праведе Его, ибо через Него получили мы доступ к той благодати. Если Он привел далее бывших, то тем паче удержит близ сущих, привел же нас к той благодати. Каким образом? Верою. То есть, когда мы принесли веру. Что же это за благодать? Получение всех благ, какие подаются нам посредством крещения, в которой стоим, имея твердость и непоколебимость. Ибо божественные блага всегда стоят, стоят и никогда не отпадают. И не только твердо содержим полученное, но уповаем на получить и прочее. Хвалимся, говорит, надеждой благ, которые даны будут нам в будущем. Они, как относящиеся к славе Божией, непременно даны и будут, если не для нас, то для представления самого Бога. Слава Иисусу Христу! Послание к Римлянам, 5 глава, 3-й и 5-й стихи. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Толкование. Не только хвалимся благами будущими, но, что еще более, даже настоящими скорбями своими. Не смущайтесь же тем, что мы в скорбях. Это и есть похвала для христианина. Каким образом? Скорбь производит терпение. Терпение же делает искушаемого опытным. А опытный человек, успокаивая себя в доброй совести той мыслью, что подвержен скорбям, для Бога уповает на воздаяние за эти скорби. А такое упование не бесплодно, не постыжает надеющегося. Человеческие надежды, не сбываясь, постыжают надеющихся. А божественные надежды не таковы, ибо подающий благо бессмертен и благ. И мы, хотя и умрем, оживем, а затем ничто уже не воспрепятствует надеждам нашим сбыться. А будущим уверяем той любовью, которую показал уже к нам Бог, говорит, как бы так, не теряй веры, упование на божественное благо не тщетно. Ибо кто так возлюбил нас, что сделал нас чадами Божьими, без всякого труда нашего посредством Духа Святого, тот, как не даст венцов после трудов, излилась любовь Божия в сердца наши, то есть является обильной и богатой в нас, имеющих в сердцах самого Духа, которого дал нам Бог. Послание к Римлянам, 5 глава, 6 по 9 стихи. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Толкование. Сказав, что любовь Божия изливается в нас через Духа, которого мы имеем в себе как дар от Бога, показывает еще и величие этой любви из того, что Христос умер за нас немощных, то есть грешников, но что еще хуже за нечестивых. Хотя едва ли кто-нибудь из-за праведника умрет. Итак, это преизбыток любви. Умереть за грешников и нечестивых. Когда же Он умер по любви и смертью оправдал нас, тем паче теперь спасет от гнева нас, которых уже оправдал. Даровал нам большее оправдание. Как не спасет от гнева? А спасенным от гнева дарует и благо по великой любви своей. Римлянам 5 глава 10 стих. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся с жизнью Его. Толкование. Хотя, казалось бы, говорит здесь то же самое, но умозаключения через сравнение различны. Выше говорит о нашей греховности и потом, добавляя, что мы оправданы через сравнение, заключает, кто оправдал нас, грешников, своей смертью, то тем паче спасет оправданных. А теперь, упоминая о смерти и жизни Христовой, опять сравнительно умозаключает, когда мы примирены к кровью и смертью Господа, то как теперь не спасемся в Его жизни? Ибо кто не пощадил Сына Своего, но дал Его на смерть для нашего примирения, тот не тем ли паче теперь спасет нас Его жизнью? Риблия 5 глава 11 стих И не довольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Толкование. Не только спасены мы, но и хвалимся Богом, потому что мы спасены тогда, когда были нечестивыми и спасены кровью единородного. Хвалимся же Господом Иисусом Христом, ибо Он источник нашего примирения, есть источники нашего хваления. Римлянам 5 глава 12 стих «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, а грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Толкование. «Сказав, что Господь Иисус оправдал нас, обращается к корню зла, к греху и смерти, и показывает, что тот и другая, то есть грех и смерть, вошли в мир через одного человека, Адама, и опять же одним человеком Христом устранены. Что же значит в нем все согрешили? То, что все согрешили в Адаме, как скоро он пал, то через него сделай смертными и не евши от запрещенного древа, как будто они и сами пали, потому что он пал». Римлянам 5 глава 13-14 стихи «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Толкование. Апостол хочет доказать, что и не евшие от запрещенного древа, и не грешившие подобно Адаму по причине греха его, также сочтены согрешившими и умерли. Доказывает же это так, грех царствовал до издания закона, то есть и прежде закона. Какой же это был грех? Грех ли от преступления закона? Но как мог быть такой грех, когда не было закона? Грех тогда меняется, когда есть закон, и люди, преступающие закон, по необходимости называются грешащими. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, то есть издания закона. Значит, был грех, через который смерть царствовала. Если бы не было какого-либо греха, который удержал бы смерть, она не царствовала бы. Поскольку же доказано, что греха от преступления закона еще не было, то остается, что то был грех Адамов, через который смерть царствовала и над теми, которые не согрешили непосредственно, ибо не получившие закона и не преступившие его, не называются согрешившими. Но согрешили в подобии преступлений Адама и сделались причастны падению его как праотца, который есть образ Христа. Ибо как древний Адам сделал всех повинными в его падении, хотя они не пали, так и Христос оправдал всех, хотя они не сделали ничего, за что следовало бы оправдать их. Вот почему он есть образ будущего, то есть Христа. Послание к Римлянам, 5 глава, 15-16 стихи. Толкование. дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Христос доставил пользу не в такой лишь мере, в какой причинил вред Адам. Если грех столько был силен, что вследствие падения одного осуждены все потомки его, хотя они не пали, то гораздо более и обильнейшее действие произведет на многих благодать Бога Отца, и не только его, но и сына его. И дар Божий не может быть равномерен осуждению ибо преступление, то есть грех, подлежащий осуждению, проистекающий от Адама к осуждению, то есть к смерти, и множество грехов всегда существовали в потомстве его. Так что люди находились во власти многих грехов и смерти. А дар благодати к оправданию от многих преступлений, то есть благодать не только изгладила этот единый грех, но и другие грехи, за ним следовавшие, ибо стало для нас в оправдании, подавая нам отпущение всех преступлений, совершенных после падения. Римлянам 5 глава 17 18 стихи Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. По всему как преступлением одного всем человеком осуждения, так правду и одного всем человеком оправдания к жизни. Толкование Если из-за того, что один человек ел от запрещенного древа стала царствовать смерть, то тем паче мы, получившие обилие и избыток благодати и оправданы, будем жить и царствовать посредством единого Иисуса Христа, которого мы, братья, с которым совокупились мы в одно тело, с которым соединились мы так, как тело с главою, ибо мы получили непростое и не единообразное благо, чтобы оставалась и еще для нас возможность сомневаться относительно будущего. Наше благо плод обильной благодати. Представь, что кто-нибудь много задолжал и ввергнут в темницу вместе с женой и детьми, а потом не только освобождается от темницы и долга, но и получает десять тысяч талантов, вводится в царский дворец, удоставится высокой чести и становится сыном царя. Так точно случилось с нами. И так, говорит апостол, заканчивая мысль, как через преступление одного, что выше назвал он грехом, то теперь называют преступлением, разумея грех Адама. Все люди подверглись проклятию, так и через оправдание единого Христа на всех людей излилась благодать, дающая им и оправдание вместо греха и жизнь вместо смерти. Римлянам 5 глава 19 стих. Ибо как непослушанием одного человека, сделаясь многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Толкование. Здесь, казалось бы, повторение, но на самом деле его нет. Выше сказал стихе 18-м, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правду и одного всем человеком оправдания, а теперь объясняет, в чем состояло прегрешение единого, и говорит, что оно было ослушание, через которое многие соделались грешными, то есть повинными о наказанию и осужденными на смерть, объясняет также, в чем состоит оправдание единого, то есть Христа, и говорит, что оно есть послушание даже до смерти и смерти крестной, через каковое послушание сокращена смерть, и мы освобождены от осуждения на нее. Римлянам 5-я глава 20-й стих. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Толкование. После того, когда казал, что в Адаме все осуждены, а во Христе спасены, кто-нибудь, вероятно, мог усомниться и возразить, что же делал в течение столяких лет закон, если оправдал нас Христос? Закон пришел, то есть дан был на время, не был главной и важнейшей потребностью. Когда же он пришел, то преступление умножилось, ибо он давал множество заповедей, но все те заповеди люди преступили, почему и умножилось преступление. Частица же указывает на последствия. Закон дан для уменьшения и истребления греха, а вышло противоположное, не по свойству закона, но по нерадению людей. Но тогда, как через закон умножился грех, через Христа благодать Божия явилась преизобильно, не только освободив нас от грехов, но и оправдав и соделав небесными и усыновив Богу. Поэтому не стал, не сказал изобиловать, но преизобиловать, показывая этим большое изобилие ее. Римлянам 5 глава 21 стих. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Толкование. Сказав, что благодать явилась преизобильно, апостол, чтобы мы не были неверными, показывает, что такое явление ее соответствует цели и говорит, «Грех был царем, а смерть воином и вооруженным. Если же царствовал над нами грех, имея смерть как бы воином каким, то тем паче воцарится в нас благодать, сообщающая праведность, уничтожая грех и вместе с истреблением греха, истребляющая и смерть, а у последней оправдание». Итак, оправдание умертвило царя, грех, а с ним вместе смерть, и, наконец, введена вечная жизнь». Глава шестая, стих первый, второй. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Толкование. Апостол сказал, что, когда умножился грех, преизобильно явилась благодать. Вследствие этого иной мог бы рассуждать. Итак, не перестанем грешить, чтобы благодать явилась обильнее. Апостол опровергает такое рассуждение, выражаясь отрицательно «никак», как обыкновенно выражается он о чем-нибудь по общему признанию, крайне нелепом. Потом приводит доказательство. «Поскольку мы умерли для греха, стали мертвыми для него через крещение, так что уже не должны слушаться его, то как же нам еще жить в нем, иметь расположение к нему и слушаться его? Отсюда узнаем, что через крещение всякий верующий действительно умирает для греха, но по неродению своему сам в кавычках воскрешает себя, и тотчас оживая для него лишь только соединиться с ним. Напротив, старательный всегда сохраняет в себе эту мертвенность, и чтобы не приказывал ему грех, не повинуется ему, как мертвый. Римлянам 6 глава, 3-4 стихи. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Толкование рассказывает, как умерли мы для греха через крещение. Мы крестились в смерть Христа, значит и мы должны умереть, как умер Он. Ибо что для Христа крест и гроб, то для нас крещение, хотя и в другом отношении. Потому что Христос умер и воскрес плотью, а мы умираем для греха и воскресаем для добродетели. Тобы как Христос плотью воскрес из мертвых славы Отца, то есть собственной божественностью, ибо слава Отца, Сын, так и мы воскресаем другим воскресением, то есть новым образом жизни. Так, когда блудник становится целомудренным, то представляет собой смерть и воскресение, смерть порока и воскресения и оживления добродетели в человеке. Римлянам 6, глава 5-7 стихи. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть хуже, уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Толкование. Не сказал, приобщились к подобию смерти Его, но говорит, соединены, указывая словом соединение на плод смерти Христовой в нас. Тело Христово, погребенное в земле, принесло плод спасения. Поскольку же мы погребены в воде, а Христос в земле, и при том мы погребены для греха, а Он телом, то не сказал, кавычках, смертью, но подобием смерти. Поэтому мы будем общниками и воскресения, наследуем жизнь вечную, как показавшие воскресения, состоящие в добрых делах. Ветхий наш человек, то есть порочность, распят с ним, то есть подобно телу Христову, погребен в крещении, чтобы упразднено было тело греховное, то есть слагающиеся из разных видов порочность, или склонные ко греху тело наше. Почему присовокупляет, дабы нам не быть уже рабами греху? Желая, говорит, чтобы тело было мертво, мертво, не в том смысле, чтобы истребилось, но в том, чтобы не грешило. Ибо умерший освободился от греха, это значит о целом человеке, как умерший освободился от греха, то есть избавился, свободен так и ты, крестившийся и умерший для греха, оставайся мертвым. Римлянам, 6 глава, 8, 11 стихи. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос воскресно из мертвых уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Толкование. Здесь, казалось бы, повторение сказанного, но в самом деле его нет. Выше апостол сказал, что мы всегда должны оставаться мертвыми для греха, а теперь рассуждает о воскресении новой жизни по Боге, которую мы всегда должны иметь. Если мы через воскресение уберли со Христом, то веруем, что всегда будем иметь присущим нам воскресение, состоящее в новой жизни, ибо и Христос, воскресший из мертвых, живет всегда, уже не умрет. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, значит, Христос умер за наш грех, тогда как Сам по Себе не был повинен смерти. А что живет, то живет для Бога, то есть живет божественной силой, ибо Он всегда живет в силе Бога и Отца. Поскольку же Христос не умирает в другой раз, то и мы не умираем вторично через второе крещение. То есть для нас нет второго крещения. Итак, остаемся в прежнем, то есть в смерти греха, но воскресении жизни по Боге. А это получили мы во Христе Иисусе, то есть при Его помощи, ибо кто воскресил нас, когда мы были еще мертвы, то тем паче сохранит нас в жизни, когда мы стали живы. Римлянам, 6 глава, 12 стих. Итак, Данид царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Толкование. Желая показать, что мы удерживаемся во власти пороков, ненасильно и принужденно, но по собственному произволу, не сказал, Данид тиранствует, но говорит, Данид царствует, ибо царство есть у дел, имеющих волю. Выражением же в смертном вашем теле, во-первых, показал, что неприятное для тела непрочно, ибо тело подвержено смерти, так что не должно услуживать телу в удовольствиях, ни трудно, ни постоянно, так что не должно бегать прискорбного и подвигов против удовольствий, а во-вторых, напоминает нам, что смертность есть последствия греха, и внушает нераболепствовать уже греху, как причиняющему смерть. Каким же образом царствует грех, если повинуемся ему в похотях его телесных, так что не тело причиняет вред по естеству своему, но повиновение греху. Заметь благодать Христову, Адам согрешил, хотя имел тело несмертное, а мы побеждаем грех в смертном теле. Римлянам, 6 глава, 13 стих. И не предавайте в членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Толкование. Где манихеи, которые говорят, что тело порочно по естеству? Тело есть орудие, а орудие есть средство к добродетели и пороку. Так меч для воина служит оружием за граждан, а у разбойника он есть оружие против граждан. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Ибо кто грешит, тот несправедливо поступает часто и в отношении ближнего, и всегда в отношении самого себя. Но представьте себя Богу, размышляя, какое различие между Богом и грехом, и кому лучше подчиняться греху ли, который умертвил, или же Богу, который оживотворил. Сказав, что членов суть орудия неправды, показал, с одной стороны, что тело, как сказано выше, не есть что-нибудь худое, когда может быть орудием правды, а с другой, что наступила брань, и что нам нужно находиться под предводительством Бога и взять оружие на защиту души своей. Римлянам 6 глава 14 стих. Грех не должен над нами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью толкования. По пришествии Христова говорит, тело ваше было удовопобедимое для греха. Тогда не было еще ни воспомощающего духа, ни крещения, могущего умерщвлять грех. Поэтому и закон предписывает, что делать не преуспел. По пришествии же Христовым борьба сделалась легче, потому почему и подвиги у нас, как у получивших больше помощи, труднее. Итак, грех не будет господствовать над нами, если не слишком будем уступать ему. теперь не закон, который только дает заповеди, а помощи не оказывает ни малейшей, но благодать, которая прощает прежние грехи и укрепляет для будущего. Все.